Всем привет! С вами Георгий Арестов. Добро пожаловать на мой канал о редких растениях и суккулентах раритет. И сегодня я хочу такой обзорчик сделать в своей коллекции иониумов, как она себя чувствует в феврале. Иониумы у меня тоже, получается, зимовали два месяца при температуре плюс 5 градусов, без полива, без ничего. Свет только естественный, которого практически зимой у нас в Подмосковье нет. И сейчас вы можете видеть, как после всего этого они выглядят. Где-то две недели назад я повысил температуру до плюс 10, плюс 13 и полил растения. Они вообще не пострадали никак от холодной температуры плюс 5. Ни один иониум не погиб, ни один не сгнил, ничего с ними вообще не произошло. А Греновии как будто бы... Ну, они тоже близкие родственники иониумов. Тоже происходит с Канарских островов, про Греновию, розы суккулентного мира я тоже рассказал на видео. Они прям так активно начали расти и многие вот зацветают. Конечно, это интересно, но меня это не очень радует, потому что после цветения розетка Греновии погибает. И вот только есть надежда, что она даст каких-то деточек. Но у меня что-то они не очень хорошо дают детей, особенно вот Гигантей, Ауреи. Обычно отцветает и вот такая огромная розетка, которая с метров 17 в диаметре, просто погибает, засыхает. Ничего с этим не сделаешь. Кстати, вот засохшая розетка прошлогоднего цветения. Из нее вон тоже какие-то былиночки торчат, но мне кажется, что ничего путного из этого не выйдет. Надо ее просто выбросить. Вот иониумы, в общем, прекрасно перенесли температуру плюс 5. Из чего можно сделать вывод, что это очень-очень выносливые растения. Я сейчас подробно не останавливаюсь на каждом сорте. Так вот просто покажу картинку какую-то обзорную. Есть у меня вот такие гиганты пестролистные. Если вы хотите услышать конкретную информацию про каждый сорт иониума, о происхождении сортов, больше про биологию каждого вида этих суккулентов канарских, то переходите по ссылке под видео. Я оставлю ссылку на канал Татьяны иониумы. Татьяна очень такой дотошный коллекционер, который очень серьезно разобрался в теме иониумов. У нее обширная коллекция, и она рассказывает про особенности каждого сорта иониумов. Останавливаясь детально и подробно на каждом виде, каждом сорте, она обсуждает все детали, нюансы про размножение иониумов листиками, череночками, про какие-то особенности видоспецифические того или иного растения. Поэтому мне даже с ним было очень интересно посмотреть ее видео. И всегда интересно смотреть видео коллег, которые тоже увлеченно занимаются интересной мне группой растений. Поэтому переходите, подписывайтесь, смотрите. И я думаю, что многим будет полезно. В общем, вот так. Мои иониумы, конечно, не все выглядят сейчас прям суперяркие. Киви, которые очень яркие и оранжевые летом, сейчас зелененькие такие. Но ничего не сделаешь. Вот это иониум гарнет тоже. Огромные они такие получились, но сейчас практически все зеленые. Что мне в иониумах нравится? Мне нравится, что они быстро растут. За ними достаточно просто ухаживать. И они такие, ну, в целом разнообразные. Разнообразные, я думаю, самых контрастных можно штук там 10-15 набрать. А потом уже начинается, что всякий вот, ну, на мой такой взгляд, грубо говоря, вот велюр. Вот такой. Вон он тоже большой велюр, экземпляр мой огромный. И шварцкопф более темный. Вон он. И все пошли дальше сорта, гибриды на их основе и так далее, которые тоже очень похожи. Я купил себе много разных сортов иониумов вот на основе там этих, грубо говоря, шварцкопфа, но они все отличаются плюс-минус там немножко, не сильно. И можно отличие выделить их только, когда ты ставишь их рядом. А так вот смотришь, ну, вроде сизые или темные листочки. Ну, ничего особенного, как бы, на мой взгляд, опять же и нет. Можно выделить контрастный сорт, например, вот такой, санберст, вриегатный. Но это просто потрясающий ониум. У него могут быть и полностью желтые сектора на розетке, а не просто вот листья с каемочкой такой розовый, которые вот даже сейчас зимой очень классный, яркий и просто вообще обалденный. Вот фестиваль иониум. Летом мне он нравится больше, хотя и сейчас тоже нормально выглядит. Вот здесь же у меня такой экземпулярчик иониума лемон лайм. Тут розетка, наверное, сантиметров 17-18, может, и 20 в диаметре. У него тоже у этого сорта плавает цвет, и какие-то вот листья розетки могут быть с полосочками, а какие-то могут быть просто, ну, зеленые какие-то розетки. Сейчас я на ту сторону саложа дойду и покажу. Вот здесь же у меня сидифолиум пестролистный. Очень мне нравится, хороший иониум, благодарный. Но пестролистный растет помедленнее, чем обычный зеленый, но, тем не менее, красивый. Вот здесь крестата велюра, которая прилично разрослась за три года. Я покупал буквально там 2 сантиметра ее, но она вот такая вот стала большая, хорошенькая. А здесь же, меня интересно, тоже выросла вот эта санберст варегатная. Это просто зеленый, причем это выросла, детка, из варегатного растения и получилась вот такой зелененькой. Что мне с этой стороны еще хочу показать? Вот есть у меня арбореумы тоже варегатные, такие кусты. Но они такие не самые простые, быстро они могут засохнуть по неопытности, а в целом хорошие. Здесь же у меня вот табулеформы всякие варегатные, но они маленькие, надо их рассадить. Я все жмусь, дать им побольше места. Вот этот, по-моему, эмиральт называется варегатный ионим. Потому что ионимы очень сильно разрастаются, и вот ковром просто они каким-то выглядят. Хотя я оставил все гашки там с промежутками, но образуется в целом какая-то зеленая масса такая большая, ну не зеленая и коричневая, в общем разноцветная, которая давит как бы сама себя. И нужно постоянно-постоянно ионимы теребить, рассаживать, обрезать, обновлять, омолаживать. И, в общем, вот такой весь уход за ними, он не прекращается в течение всего года. Что еще хочется сказать про минусы ионимов? Минусы в том, что они очень-очень мусорные, но это проистекает из того, что они очень быстро растут. Одни быстро растут, кстати, вот балеринка варегатная, хорош, что же ионим. Они быстро растут и образуют очень много новых листьев зеленых. Вот видно на примере этого фестиваля много листьев сверху молодых. А старые листья очень быстро подсыхают. И вот это все падает. И все это надо убирать. И даже у меня вот сколько, вот этот столик с ними, я просто ведрами выношу эти сухие листья. Работы с ними очень-очень много. Сейчас я обойду стол с другой стороны. И посмотрим, что на другой стороне. Сидят у меня иониумы, честно скажу вам, в разном грунте. И в гравии я их выращивал, и в таком глинистом грунте, и в грунте с торфом. В общем, в принципе, они неприхотливые растения. Поэтому какое-то там сказать, что лучше, что хуже, я не могу, честно говоря. Потому что они и влечусь, и растут нормально. Но понятно, что там в торфяном субстрате они растут быстрее. Потому что особенно летом, или вот сейчас, зима-осень, когда у них период роста идет, они такие, в общем, прям хоп, и зеленеют, и активно растут. Но в целом у нас сейчас нет никакой жары, там ничего нет. И можно и так полететь в гравии, они у меня нормально росли. И я поэтому, ну, как бы вот какие-то рассуждения высказываю, но четкой позиции не имею, грубо говоря. Потому что я их и так, и сяк выращиваю. Есть вон экземпляры и в гравии растут, есть и в торфяном, есть и вот в этом моем грунте, где много перлитой глины. И, в общем, даже залива они не особо-то и боятся. Поэтому растения такие пластичные, как это говорится. Вот и у него мордеграсс маленький. У меня вот он яркий, кто бы что ни говорил, не особо и тянется. Кстати, вот если грунт такой достаточно быстро высыхающий, то растения меньше в нем тянутся. Но это бесспорный плюс. Но это скорее уже мы не к особенностям растений, а к особенностям культуры. Можем обратиться. В смысле их вращение. Вот это Атерпурпуреум, крестатный. Ну вот он сейчас совсем зеленый. Такая штука. Еще интересно, вот у меня есть Атерпурпуреум, большая крестата, вот такая. Всякие ростковые тоже симпатичные. Мне нравятся вот такие яркие товарищи. Лемон Лайм, что-то я тут не могу экземпляр нормально найти. У меня они хорошо разрослись. Вот. Вот это прям классическая расцветка Лемон Лайма, у которого желтая середина листа и зеленоватый край. Красивое растение. Вот это Биг Бэнг тоже знаменитый. И это на основе тоже такого черного ионима, в общем, с зелеными полосками. Ну, грубо говоря, это шварцкоп с зелеными полосками. Красивое растение. Но, опять же, тоже с расцветкой можно, ну, как не угадаешь, потому что у него она рандомная. То есть могут быть листики такие в полосочку, а могут быть, где одна часть розетки полностью черная, другая зеленая, или полосочек малые. В общем, вот эти все декоративные характеристики, чтобы они так совпали в одном экземпляре, нужно, чтобы повезло. И это никак не зависит от ухода, потому что вот его же ветка, и она просто черная, без какого-либо вообще намека на какие-то зеленые штрихи. Вот тот же Мардик Грасс еще один. У меня все это расставлено вот так вот, в перемешку, честно говоря. Потому что поставить по сортам все это, наверное, нужно больше места. Но я вообще планировал это сделать. И посмотрим. Интересно, мне нравится, когда ионимы растут деревцем, кустиком. Поэтому черенок, когда укореняешь, потом, ну, грубо говоря, ты посадил растение, вот так он у тебя отрос, на примере этого Мардик Грасса. Вот. Ты срезаешь верхнюю розетку, и потом, через какое-то время, у тебя получается вот такой кустик. Нарастает. Вот так деревца. И вот это не единичное растение. А их много. Вот это все. Это тропорпуреумы срезанные. И они получаются в такие деревца. Ветвистенькие. Тоже Мардик Грасса здесь. Вот они у меня симпатичные. Прошлой зимой, кстати, они как-то были не такие яркие, не такие милые. А сейчас они прям мне нравятся. И плотные достаточно, и цвет свой сохраняют такой. Красота. Здесь же тоже вот интересный такой киви получился, у которого с секторами цвет. Вот эта желтая часть была, особенно летом, хорошо было видно. А здесь зеленая. Ну вот интересно. Обычно у него все равномерно прокрашивается, а здесь получилось так, что часть розетки желтая, часть зеленая. Тут же у меня CD-фолиумы всякие, варегатненькие. У них тоже плавает цвет, с которым не угадаешь. Могут быть вот абсолютно желтые. И растут они очень медленно, могут быть зеленые. Но хорошо бы, когда все это перемешивалось равномерно. Причем, чтобы растения были жизнеспособны и росли побыстрее. Это вот мой Хэллоуэн. По крайней мере, я это покупал как Хэллоуэн. Что я могу про него сказать? Что у него розетка помельче, растет он просто более плотный, образуя куртины. Вот этот экземпляр конкретно я сильно вырезал. Вот видно, что здесь пенек. И от него тоже вон пошли дети. Это вообще у меня изначально было из одной розетки. Все выращено. Вот, наверное, ему сейчас третий год. Здесь же вот мардеграсы. Все вот это тоже видно, что там пенечек, один череночек был. И в итоге из него вот эти змеи все выросли. Вообще, по-хорошему, все это я сейчас весной возьму, постригу. Или вот сейчас там, в феврале. Все это срежу и переукореню. А пни все эти выкидываю. Потому что хочется, чтобы просто было, конечно, поаккуратнее. Они вот так вот разваливаются все стороны. Сами себя не держат. Отламываются в итоге. Ничего хорошего с ними, короче, не происходит. Вот здесь же у меня тоже здоровая крестата арбореума. Шварцкопфы. Здесь велюр. Арбореума варегатные. Санберст крестата гигантская, которую я тоже показывал в инстаграм. Что вот это у меня выросло из обычного просто санберста варегатного. Он закрестатился почему-то. Вот одна макушка у него нормальная. А некоторые макушки, но остальные, да. Он начал огромные-огромные гребни давать. И это прям вот, я думаю, что она может вырасти очень большой. Ну, потому что, посмотрите, какой размер ее. Сантиметра 20, наверное, 25. Вот этой одной ветки только в ширину. А обычный крестатный санберст. У него розетки сильно мельче. Вот эти гребешки. Вот они. И его вырастить гигантски очень сложно. Потому что со временем он, вот здесь горшок 25 на 25 сантиметров. То есть огромный горшок. Этому растению, наверное, четвертый год. Ну, может быть, где три, три четвертый. Вот так примерно. И он под своей тяжестью нарастает. Вот эти кораллы, они сами себя отламывают. Вот здесь очень хорошо видно. Поэтому спрогнозировать, как он будет расти, сложно. Я отрезал специально широкие части этой крестаты, вот как здесь. Их сажал, чтобы они держали массу этой всей, ну, в общем, биомассы самого растения. Но в итоге он все равно начинает расти через какие-то вот перешечки, вот такие тоненькие, короче, какие-то эти веточки, гребешочки образуют. А не таким прям кораллом, вот как ладонь, да, как рога какой-нибудь там лося. И получается, что все равно он такой хлипкий куст образует. И вот ты его хоп, немножко заденешь, и раз, и у тебя половина растения реально отламывается. Он еще и хрупкий. Поэтому сложно вырастить именно крестату вот такого огромного размера. Я видел, что корейцы продают там на наши деньги больше миллиона рублей крестаты, которые там метр высотой. Потому что вырастить ее такую, чтобы удачный получился экземпляр, очень сложно. Но вот я это пытаюсь сделать. Вот эту высоту сколько сантиметров, ну, не знаю, там, 50, но точно не метр. А вот у этой есть потенциал вырасти большой, потому что у нее очень сильные, мощные побеги. Очень толстое вот основание, и ветки прям такие конкретно очень толстые. То есть она может себя держать. Поэтому я надеюсь, что, может быть, ее вырастить получится огромадной. Вот такие вот дела. Еще хочется сказать пару слов вот про ионимы, сильно варегатные. Вот типа вот этого нашего друга. Это этот самый Костелла Парва, который варегатный. Он зимой, вообще не зимой, летом. У него, когда розетки прям желтые-желтые, на них могут появляться на листьях вот такие коричневые какие-то пятна. Я вам точно не могу сказать, что это. Потому что, вот опять же, вот один экземпляр. Он растет с одного корня. На желтых вот этих розетках эти отметины есть. Может, какие-то повреждения, там, не знаю, гриб, бактерии. Но вообще не похоже. И причем это есть, по большей части, только на варегатных частях растения. А вот здесь розетки, которые вообще абсолютно чистые, на них этого ничего нет. Поэтому вот меня тоже спрашивают, ребята, почему так происходит, почему он там чернеет. Да я, честно, могу сказать, что я не знаю, почему он чернеет. Может, это какие-то его особенности. Может быть, эти побеги там как-то вот страдают, особенно бесхлорофильные. Еще, если вам не повезло, у вас он, если одной розеткой рос и вырос, ну, там, был изначально, например, вот какой-нибудь такой, да, где перемежается ткань зеленая и желтая, а потом хоп-хоп, начал желтеть, желтеть, желтеть. Вот так постепенно желтеть, желтеть. А потом вот так пожелтел. Он вообще у вас засохнет, если он не даст боковых побегов. И все, и погибнет растение, потому что ничего не сделаешь. Вот у этих всех экземпляров с плавающим цветом это вот такая вот проблема. Поэтому их нужно держать несколько штук для подстраховки. Ну, и периодически может срезать, чтобы они давали ветки, и вы успели укоренить нормальную веточку, где будет и зеленая, и желтенькая. Поэтому, ну, ничего не поделаешь. Вот такое вот это растение. Вот, кстати, на этом санберсе в регатном тоже. На в регатных частях есть какие-то коцки и коричневые пятна. Вообще на санберсе я замечал, что они бывают, встречаются. Эти коцки, пятна какие-то вот такие коричневые. И вообще это для ионима почему-то характерной порой это происходит. Я не могу сказать почему. Потому что вот рядом стоит, например, другой крестатный санберст. На нем их очень мало. Стоит вот атропорпуреум, на нем вообще ничего нет. Велюры все чистые. А вон, кстати, я не показал, когда с той стороны был. Вот этот санберст, я думаю, что он зацветет. Он выдал вот такую стрелку. Вы же знаете, что розетка ионима после цветения отмирает. Поэтому вот будем... Посмотрим, посмотрим, что это будет. В любом случае интересно, когда вот такая большая розетка зацветет. Эту розетку я специально не срезал. Мне нравится, что она такая с метров, наверное, 45 высотой. Большая. Ну вот как-то она в горшке пятнашки растет. И там грунт, наверное, еще это торфяной мой. А здесь тоже вот интересно. Санберст у меня получается многоголовый. Вот они деревья стоят. Но видно, что вот справа ветка, которая выросла, она полностью пожелтела и перестала вообще расти. И, наверное, она отсохнет. Опять же, к вопросу про варегатные сорта. Здесь же абсолютно здоровый, мощный мой ионим велюр. Это самый мой огромный экземпляр. Я его, честно скажу, сильно обстригал, потому что... Но я обстригал не ради того, чтобы он ветвился, потому что ветвится он и сам очень мощный. Вон с одной розетки у него сразу три штуки вокруг. А я его обстригал, потому что он загущается. Он прям дает розетки снизу. Он дает кучу воздушных корней. Особенно когда сухо. Вот ионим, они склонны давать воздушные корни, которые потом хоп вырастают в грунт и все. И дополнительное питание растению они преподносят. Но мне вот он очень нравится. Такое, конечно, растение. Прямо у меня могучее-могучее получилось. Я не знаю, сколько весит горшок вместе с растением и грунтом. Это, наверное, больше 50 килограмм. И это самый большой диаметр горшка. Сколько, наверное, сантиметров? 50. Вот. И он тоже, насколько я помню, растет в торфяном грунте. Ну да, там торф, песочек, вон немножко глины. Вот такие у меня ионимы сейчас. Вот тоже ионим здоровенный. Вылетел у меня из головы его название. Собирается зацвести. Я, кстати, думаю, может быть, я его перепылю с санберстом варигатом и посмотрю, что это будет. Потому что это природный экземпляр какой-то. У него совершенно толстый, огромный, гигантский стебель. И он совершенно не дает побегов. Я его срезал. Думаю, сейчас размножу, чтобы было несколько экземпляров. Но он меня этим не порадовал. И, в общем, как был один, так и остался. Вот самые красивые ионимы. Можете делать выводы какие? У меня, конечно, пока нету там всяких модных сортов последних лет. Типа медуза, инферно и там супер бенго. Ну, это, наверное, всего три сорта, которые я хочу у себя достать. Которых у меня пока нет. Ну, это вопрос лишь небольшого какого-то времени. А все остальное, пожалуйста, растет. Тут же и хризончики у меня. Потому что, в принципе, тоже близкородственные растения. Мне они нравятся. Есть вот с такой варигатностью желтый. Когда она рандомная. Кустик может быть и зеленой веточкой у него, и желтенький отдельно. И есть сорта и хризона вот такой. Где все листики в центре желтенькие полностью. Но поскольку это видео не прям какое-то суперподробное, а вот такое обзорное планировалось, я не выдаюсь в подробностях каких-то обзоров конкретных сортов. Вы пишите, как вам такой формат экскурсии, обзорчиков. Я знаю, что всем это нравится. Мне самому нравится посмотреть чужое хозяйство. Всегда как-то, как другие люди что-то делают. То дело, которым я тоже увлекаюсь. В общем, вот так у меня и они, и мои живут. На полу, кстати, тоже люди интересуются, все что на полу. Да, на полу чуть холодней. Но вот толстянки цветут. Рупестрис, коммунаты. Здесь вообще сейчас аромат стоит, как реально в каком-то лугу весеннем. А сейчас февраль месяц. И вон они радуют меня цветением. Иониумы на полу тоже есть, но я показывал там в предыдущих видео, что они там есть и цвет не потеряли. Потому что у меня равномерно идет освещение со всех сторон теплицы. Снег, он лежит на крыше. Вчера был снегопад. В общем, на этом, наверное, друзья, сейчас я, как всегда, засвечусь на видео. Чтобы не забыли, как я выгляжу. Так. Видно меня, не видно? Видно. Вот, мастер Георгий продемонстрировал вам сегодня свою прекрасную коллекцию иониумов. Надеюсь, вам было интересно. Заходите к Татьяне, посмотрите ее иониумы. В общем, будем вместе стараться учиться выращивать их лучше. Потому что очень интересная группа растений. Ладненько, друзья, до встречи. С вами был Георгий. Всем пока.